В Северном Арктическом Федеральном Университете прошла встреча тех, кто решился на два месяца отказаться от связи с Большой Землей и заняться уборкой Арктики. Два месяца проведя в такой суровой экспедиции, для меня запомнились ощущением такого необитаемого острова, на котором есть 25 человек и соседнее племя, состоящее исключительно из метеорологов, которые ведут какой-то замкнутый образ жизни и только в крайних случаях выходят на связь. Участники окружного студенческого отряда «Ганвик» делятся первыми впечатлениями о работе на острове Хейса, архипелага земля Франции Иосифа. В состав отряда вошли 14 бойцов из Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республики Карелии и Коми, города Санкт-Петербурга. Помните, в нахуйственных словах я вам говорила о том, что вы, безусловно, приедете людьми другими и видите изменения, что может быть нестеренными, но через некоторое время вы почувствуете точность, потому что условия, в которых вам работать пришлось, я думаю, что вы о том еще расскажете сегодня, они были совершенно гимны, нежели у других студенческих строительных отрядов. Отряд занимался стропольными работами, сбором мусора и металлолома, а также подготовкой к его дальнейшей утилизации. За время поездки студенты в составе рабочей бригады вывезли 2184 тонн мусора и собрали 350 тонн металлолома. Одной из основных трудностей было то, что большая часть мусора находилась под водой, приходилось быстро его убирать с помощью экскаватора, так как отлив длился всего 3-4 часа. Несмотря на то, что «Ганвик» трудился почти без выходных, в свободное время удалось даже сыграть футбол. Пожалуй, самые незабываемые впечатления у участников отряда «Ганвик» оставили две экскурсии по острову Хейса. «Наверное, самое яркое – это были все же экскурсии на лёжку моржей. Там мы могли буквально притронуться к моржам. Также начальство проводило для нас экскурсию на купол ледника. И идти по трещинам, наблюдать в трещину, когда 15-20 метров вниз, то мандраж все равно в теле». Своими впечатлениями от экспедиции на остров Хейса студенты строительного отряда «Ганвик» смогут поделиться в рамках творческого конкурса «Арктика далёкая и близкая», отправив свои фотографии, видео, эссе и рассказы на суд жюри. Анна Баданина, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр «Сафул», Арктический мост.